Девушки отдыхают А сегодня мы будем вспоминать про Мафию 3, которая в 16-м году подорвала задницы, наверное, всех фанатов серии Ни один разработчик компьютерных игр не смог бы придумать такую сраку, они не настолько охеревшие У серии Мафия вообще довольно тяжелая история, хотя начиналась она очень даже хорошо Первая игра вышла в начале нулевых, а ее сценаристом был вообще простой художник Он написал ей нормальный сюжет, весь состоящий из отсылок к разным фильмам и книгам И сделав простого адекватного главного героя, с которым было легко себя ассоциировать Игра очень многим полюбилась, у нее была своя немаленькая аудитория и продолжению незамедлительно дали свет Разработка второй Мафии была сущим кошмаром Игру сначала делали для одного поколения консолей, потом переносили на другое По ходу разработки сменилось целых три движка Сначала делали на том же, на котором была первая игра Потом делали на рендер VR, на котором работали GTA из 3D вселенной И который очень, не кстати, скупило Electronic Arts И они его просто угробили, задрав слишком высокую лицензию на использование И из-за этого для игры заново написали свой собственный движок, который был уже третьим по счету И вот спустя пару лет после начала разработки, все пришлось начинать делать практически с нуля Со сценарием игры была куча проблем Даниэль Вавра, сценарист первой игры, задрал себе такую высокую планку качества Что написал просто гигантский сценарий, на воплощение которого у довольно небольшой студии из Чехии не было никаких сил В начале 2008 года студия купила издательство 2K Параллельно еще грянул кризис 2008 года, когда у всех издателей начали заканчиваться деньги К чехам пришли чуваки из 2K и начали задавать Вавре вопросы Чувак, ты делаешь игру уже 6 лет, где результат и почему ее до сих пор не выпустили? Вавр попросил больше времени и денег, издатель сказал, что у него и так их было достаточно И на том они и разошлись А саму игру кое-как выпустили в 2010 году Вышла она откровенно недотеланной и порезанной Из-за чего ждавшие ее 8 лет фанаты были очень сильно расстроены Наша великая депрессия, она вот она, пришла От постыдного проходника Mafia 2 спасает только технология, юмор и грандиозный потенциал Который еще в теории может быть раскрыт Возможно я потом сделаю более подробный ролик про вторую часть, если этот видос зайдет Anyway, вторая часть неплохо отбилась по продажам Но вот беда, чешская студия, сделавшая первую и вторую игру Почти вся развалилась к выходу второй части А с франшизы надо было что-то делать В Калифорнии в 2014 году основали студию Ангар 13, в которую понабрали Наверное, каких только можно случайных людей Туда же и перенаправили некоторых бывших Разработчиков из чешской студии Ангару 13 передали все наработки для третьей части И они выкатили анонс 5 августа 15-го года, спустя 5 лет после выхода Мафии 2 И многие фанаты задавали совершенно справедливый вопрос Какого черта? У серии, которая в первую очередь ассоциируется с мафиози итальянцами Главный герой вдруг огромный негр-шкаф Действие северных штатов резко переместилось на американский юг А в кадре помекнул израно постаревший Витас Калетто Многие фанаты вообще хотели увидеть прямое продолжение прошлой игры Потому что там концовка оборвалась на самом интересном В жопу сделку не ходил Через пару месяцев после первого трейлера Выкатили и первый геймплей И от него было еще больше негодования, мягко говоря Все это выглядело просто настолько аркадным и мыльным И больше даже походило на какую-то смесь из Карателя, Макс Пейна И борьбы за социальную справедливость Тут надо сделать два пояснения Во-первых, серия Мафия ассоциировалась в первую очередь с серьезной историей И различной проработкой к игровым деталям Такой крепкий сюжет в красивых проработанных локациях со своими фишками Вроде приятной и более-менее реалистичной физики автомобилей И других прикольных вещей А тут все выглядело настолько упрощенным и нереалистичным Что задумываешься А разработчики вообще играли в прошлой игры серии? Что вообще тут забыл этот громила с гранатометом? Это игра про мафию или что? Хотя движок у игры был тот же, что у второй Мафии Где он очень хорошо работал А во-вторых, середина десятых Это время, когда выходило очень много посредственных ремейков и переосмыслений Где любимых героев заменяли на женщин и чернокожих Наверное, самым апогеем этого трэша был фильм «Охотница за привидениями» Которые все просто ненавидели Дельный совет всем разработчикам Если хотите делать сюжет про крутых чернокожих персонажей Создавайте отдельную игру со своим названием А не натягивайте сову на глобус Называя мафией черного карателя Который сам по сюжету эту мафию лишь истребляет Лично я анонс третьей части воспринял штыки Думая, что и до одной из моих любимых серий добрались эти плохие тренды Я вроде ожидаю увидеть историю про мафию Когда покупаю игру, которая так и называется До выхода игры от нее особо ничего хорошего не ждали Было, наверное, только интересно узнать, что там с Джо и Вита Знаете, после выхода второй части фанаты поделились Одни считали игру убогим продолжением и позором серии А вторые наоборот говорили, что это хорошая игра, пусть и недоделанная Но разработчикам из ангара 13 удалось невозможное Они объединили против себя обе стороны На выходе у игры был миллион проблем Плохая оптимизация, критические баги, другой трэш Игра даже выглядела просто хуже второй части Я думаю, что мыло это фишка этой игры, понимаете Не каждому дано понять, людям из нижнего интернета не оценить Помните, я говорю, как на релизе первого Watch Dogs был бум роликов сравнений Так вот, Mafia 3 спровоцировала еще больший бум В прошлогоднем окончательном издании игры большинство багов вроде починили Лично я их не заметил, пока снимал материал для этого ролика Но на старте это было просто невыносимо А тупой искусственный интеллект как был, так и остался Самая большая была проблема в том, что сюжет игры был просто средний А разбавлен он был гигантским количеством гринда Строго линейную серию, где у прошлых игр сюжет был разбит на полтора-два десятка глав Пробратили в какую-то дрочильню, где все искусственно растянуто в три раза Даже одни и те же локации порой приходилось зачищать в два раза Вот это инновационный геймплей Кто будет проходить или захочет перепройти, обязательно ставьте эту штуку Сэкономит очень много времени и нервов Жаль, ее нет на консолях Особенно меня бесили диалоги со второстепенными персонажами Которые нельзя было скипнуть И персонажи просто стояют друг перед другом А длилось это порой целую минуту Все без исключения кат-сцены превосходно срежиссированы и поставлены Блять, да заткнитесь в уши, я поиграть хочу В одном таком унылом диалоге разрабы удосужили все-таки сделать разные ракурсы И возможно скипнуть Какого черта нельзя было все то же самое сделать во всех остальных? Если убрать весь гринд из сюжета, то в основной истории останется чуть меньше 15 более-менее нормальных миссий Которые проходятся быстрее, чем даже обрезанный сюжет Мафии 2 Но даже то, что остается, не особо блещет Огромного Линкольна кидает местной главной мафиози Вырезая и сжигая всех его близких И наш главный герой идет мстить Захватывая главного антагониста район за районом Ну как захватывая? Порой этот Арнгутан просто разносит все к чертовой матери Что даже удивляешься, как в этом городе вообще что-то остается приносить деньги Ему любой внутриигровой напарник уже должен был орать в наушник Причем захватывать районы и бизнесы везде нужно по одной и той же схеме Очень много раз, везде делая одно и то же Раз за разом, снова, снова и снова А если хочешь, чтобы бизнес приносил нормальный доход Вози к каждому странные ящики Очень много ящиков Невыносимо много ящиков Невыносимо много езды Один ящик просто охуительней другого ящика Это не Мафия 3, это ящик 1 Вместо всего этого унылейшего гринда Можно же было сделать кучу разных миссий с напарниками С ними тоже было кучу проблем Всю игру они валятся в своем офисе И у Витта и Бёрка есть хотя бы одна-две совместные миссии И первого по старой памяти хорошо вспоминаешь А второму сопереживаешь из-за его тяжелой убогой жизни То вот третье Всю игру она будет просто валяться на диване Не предоставляя вообще никаких полезных бонусов Если отдавать ей районы Серьезно, из полезного от нее можно только получить улучшенную точность на оружие Которое можно получить сразу после захвата первого района по сюжету А без всего остального барахла можно спокойно пройти всю игру Реально, ее основная роль в сюжете это орать на нас Что мы ее обидели, не отдав ей ни одного района Потому что от нее реально толку никакого Хотя она вроде оружие держать умеет Можно же было сделать несколько нормальных миссий с этим напарником Но вместо этого Унылые идеологии про войну черных гаитян за справедливость И бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-блупти-блупти-бла-бла Я в метро Исход не взлюбил жену Артема Потому что она чаще насилует мозг и влипает в проблемы Чем помогает по сюжету Но Кассандра из этой игры переплюнула ее в два раза по своей бесполезности Просто образец, как не надо делать персонажей Кто будет проходить, ничего ей не отдавайте А даже если отдадите большинство районов ей Сама игра в концовке скажет, что это была очень плохая идея Притом в одном из дополнений тот же сценарист игры Сделал просто нормального напарника черную женщину За полтора часа от этого персонажа больше толку Чем от Кассандры за всю Мафию 3 К другим основным персонажам были вопросы Это сейчас Линкольну можно спокойно сменить одежду А на старте он весь сюжет бегал в куртке со своей фамилией Хммм... Что же это за огромный чернокожий Расхаживает по городу с пушкой наперевес? Отдельный АФС Палман пробил себе голову вот на этом сюжетном моменте Когда нам нужно проникнуть в осомняк главного антагониста под видом обслуги Происходит это, когда Селм Аркана уже знал Что Линкольн выжил после бойни в баре И что он захватывает его империю В теории он должен был хотя бы охрану и подручных предупредить, как он выглядит Тем более, что Линкольн крайне сильно выбивается на фоне всех остальных людей во всем городе Но нет Все делают вид, что всем насрать Спокойно проходи в осомняк Подумаешь, обычная рутина Самому Линкольну сопереживать лично мне не хотелось У него, конечно, было тяжелое детство О чем он вначале показывает картинками под воспоминания других персонажей В самой же игре со своими напарниками Он поначалу себя ведет, как откровенная бытла и громила О потере его друзей я никак не сопереживал Потому что меня с ними толком и не познакомили Не хватает, что ли, нескольких глав перед резней в баре Когда я мог бы познакомиться с ними получше Не знаю, как вам Но лично на меня то, что есть Вообще никак не действует Потому что у меня для сравнения есть пролог второй мафии Где Скалета сам рассказывает, что он за покемон И наглядно в паре сцен показано Какая у него реально была убогая жизнь И вот эта постановка в прологе второй мафии На мой взгляд была сделана на уровень выше, чем в третьей части Да и завязка сюжета была нормальной, что его горе-отец оставил семью в больших долгах И у Вита, кроме как работы на мафию, банально не было способа быстро вернуть их Тут вроде тоже понятная завязка Сэмми, приемный отец Линкольна, задолжал кучу денег Анатолию Собчаку И главный герой решается помочь вернуть их Пойдя на ограбление казначейства И потом их всех уже кидают Но эти горе-грабители просто настолько не располагают к себе Что мне хотелось сказать Да и хрен с вами, может теперь появятся нормальные персонажи Да и сам Скалета может хотя бы выдать пять разных эмоций по сюжету А Линкольн, это просто вечная гора пафоса с серьезной рожей Только в дополнениях ему прописали нормальный характер Когда он может пошутить, поболтать по душам И все такое, чего не хватало в основной игре Сами дополнения, на мой взгляд, были сделаны лучше и интересной основной игры Разве что один вопрос витает Как название мафия связано с поиском ядерной боеголовки Разгромом культистов И приключениями с копом расистом А еще эта игра Победитель в номинации Самое мерзкое меню в современной истории Ждать пока все разделы пролистнутся до нужного Это просто мерзость Если меню не отзывается мгновенно Это полное уродство А из меню игры нельзя перепройти любимые моменты Только если сбросить свой сейф И начать игру заново Разработчикам, которые не дают сделать несколько сохранений Я арендую отдельный котел в аду В какой-то момент игры я понял, что почти все основные персонажи прописаны лучше главного героя Например, главный антагонист Салмаркана Лучше бы эта игра была про него или кого-то из его подручных 60-е годы, эпоха легализации Я бы очень хотел посмотреть на то, какие бы тут могли быть конфликты из-за этого Как мафиози покупали местных политиков, копов, судей Как мафия вытаскивал свое добро с кубы, когда там власть захватил Фидель Кастро Как они все бежали в Неваду и избавлялись от совсем нелегального бизнеса Отмывают тонны денег Тут вроде бы это все показано Но очень мимоходом и поверхностно Ёбаный рот этого казино, блять Хотя почва для разных сюжетов богатая Или же этот царушник Донован, напарник Линкольна Он тоже харизматичнее его в три раза И лучше бы эта игра была про кого-то вроде него Можно было сделать похожего персонажа, но работающего в ФБР Внедрить его в мафию И так показать, как там все устроено изнутри 60-70-е годы, время не только легализации Но и когда ФБР и Эдгар Кувер начинают громить эту самую мафию Внедряя в нее своих агентов Тоже можно было написать мощный сюжет на этой почве Не нужна история про итальянцев И нужна история про черную мафию Окей, по сюжету есть Сэмми Робинсон И лучше бы эта игра тоже была про него Я хотел бы посмотреть, как он дошел до жизни главаря черной мафии И как устроен его бизнес На этом тоже можно было построить сюжет В истории Соединенных Штатов хватает своих историй про чернокожих мафиози Делай какие угодно сюжеты в какую угодно эпоху Но нет Тут у нас черный Рэмбо громит весь город Можно было сделать продолжение истории Скалеты Но снова нет Тут немного показано, как он докатился до жизни такой А так он все время будет сидеть пердеть в своем офисе Хочешь узнать, что стало с Барбара? Выполни пять однотипнейших заданий по убийству разных людей Чтобы услышать желаемую историю Ну могли бы хотя бы тут сделать разные миссии Свита Ну ё-моё, господи И то эта история про Джо окажется выдумкой Потому что в конце мы его и так увидим Уже на середине сюжета я хотел, чтобы он закончился вот так Мафия 3 это игра полностью слитого в унитаз потенциала Оценки игры на метакритике и в стиме говорят сами за себя Те, кто рисовали этот город, очень сильно заморочились с его детализацией Но все угробили люди, отвечавшие за освещение Которые превратили этот город в мыльную дыру А потом все угробили другие люди Превратившие сюжет в унылый грин Эта игра может вам понравиться Только если вам нужен шутан на пару вечеров С эту ролью игра справляется более чем Может по прошествии пяти лет отношение к ней и улучшилось И на фоне остального трэша с лутбоксами и прочей дряни в других играх Мафия 3 выглядит очень даже бодрячком Но в шестнадцатом году она выглядела как одна большая деградация серии Хотя бы саундтрек у игры отличный Эта игра вернула мне чувства, когда я не хотел выходить из машины Потому что на радио играет хорошая песня Может они просто потратили весь бюджет игры на музыку А потом все остальное сделали на сдачу Грустная история была Хотя бы ремейк первой игры не превратили в полный трэш У него хватает своих спорных моментов вроде броневика И испорченного финального монолога Где вместо оригинальной простой и понятной мысли Что мафиозная жизнь полный кошмар И ничем хорошим она не закончится В него запихнули унылую мысль Как важна семья Будто главный герой не Томас Анжело А Доминик Торетто из Форсажа Такая вот история Если вам понравился ролик, поставьте лайк Подпишитесь на канал И можете стать спонсором Увидимся в следующем видосе До скорого Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова